МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Захар Алиева. Здравствуйте. Помощь тем, кто ведет долгую и изнурительную борьбу с опасным недугом. Продукты врачам городской клинической больницы номер один передали активисты ОНФ в Дагестане в рамках акции «Мы вместе». А медперсонал, в свою очередь, поделился тем, что происходит по ту сторону больничных стен. Хадижа Курбанова о непростой ситуации, в которой сегодня оказались медики. С утра до ночи рисковать своей жизнью медперсонал больницы работает на износ. Медикам приходится сталкиваться с тяжелыми случаями. В потоке постоянно поступающих больных им едва удается уделить время личным проблемам. Живут они в общежитии при больнице, не видя родных сутками, а то и неделями. Домой не идем и работаем. Я неделю работаю здесь, я не поверю, недосып – это огромное. Семьи не хватает. Ну, непривычно работать так. Тяжело работать. Тяжело, очень тяжело. В этом масках, в этом прямо паришься. Ну, мучительно. Трудно. Тяжело приходится немножко с пациентами, потому что многие пациенты бывают неферпеливые. Многие пациенты хотят, чтобы каждому было отдельно оказано большое внимание. А это в момент, например, пандемии, когда очень много людей поступает, это тяжело. Каждому много внимания оказать, это очень тяжело. Чего вам больше всего в этих стенах не хватает? Не знаю. Семьи? Что мне хватает? Семьи, родителей, дуна. Поддержать врачей в нелегкий период решили представители Общероссийского народного фронта. Участники акции «Мы вместе» передали врачам городской клинической больницы города Махачкалы продукты. Ежедневно сюда поступают десятки больных коронавирусом. Из-за переполненности корпуса врачам пришлось отдать свое общежитие для размещения пациентов. Пациенты поступают в большом количестве. Ну, как всем известно, уже мы восьмой корпус забили. На 250 койп по расшитам даже уложили, как я знаю, 270-280%. Под это даже отдали свою общагу, которая была на седьмом этаже, чтобы уже места не хватало. Ну, пациенты очень тяжелые, почти все пациенты с дыхательной недостаточностью в первой и второй степени. Есть, конечно, и тяжелее пациенты, которые сразу попадают в реанимацию и на аппарат, и вверх. Помощь врачам вместе с активистами оказали и горожане. Волонтеры передали медперсоналу продукты, которые они пожертвовали в рамках акции «Тележка добра». Здесь же фрукты и овощи одного из крупных магазинов города. Сегодня успех – это все зависит от врачей. Все надо. Вы на ногах, я знаю, сутками, сутками не спите, семей не видите, рискуете сами заболеть. Свыше 30% больных – это же врачи, медперсонал. Поэтому, конечно, за это будет. Каждый десятый умерший – это врач. На сегодняшний день, по информации ОНФ, медики, особенно в труднодоступных районах Дагестана, ощущают острую нехватку средств индивидуальной защиты. Поэтому ранее региональное отделение Народного фронта передало 500 масок Хунзахской районной больнице. В Хасавертовском общественном транспорте введен дополнительный санитарный контроль. Чтобы избежать распространения коронавируса и других сезонных заболеваний, в городе ежедневно проводят дезинфекцию всего общественного транспорта. Специальный раствор тщательно наносится на наиболее контактные места, такие как ручки дверей, поручни, а также сами пассажирские кресла. Ну а водители перед маршрутом надевают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Наука и образование во благо общества. В условиях эпидемии социальные учреждения с большим количеством проживающих в них людей особенно нуждаются в хорошей дезинфекции. Дагестанский государственный университет, где проводится антисептический раствор, продолжает оказывать помощь таким организациям. В этот раз ВУЗ передал 120 литров дезинфицирующего средства коллективу школы-интерната номер 4 для детей-сирот. Сотрудники интерната обратились в ДГУ с просьбой о помощи. Отметим, что с начала эпидемии университет использует для дезинфекции гипохлорид натрия, который производится в химической лаборатории ВУЗа. Налаживание производства стало возможным благодаря работам инновационно-технического центра «Экотех» ДГУ. Для этих целей ВУЗ оснащен необходимым лабораторным оборудованием, имеются также патенты на все разработки. Тем временем в Махачкале начальник почты с коллегой инсценировали нападение и похитили полмиллиона. В полицию поступило сообщение об ограблении почтового отделения в Ленинском районе Махачкалы. Правоохранителям сообщили, что неизвестный ворвался в здание, прыснул в лицо газ из баллончика руководителю отделения и забрал инкассаторскую сумму, в которой находилась внушительная сумма – 550 тысяч рублей. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Грабителем оказалась 42-летняя жительница Гумбетовского района республики. Оказалось, что женщина, играющая роль налетчицы, является сотрудником почтового отделения. Она знала график работы организации и время доставки денежных средств. Подозреваемая в содеянном созналась. По ее словам, преступление было не более чем инсценировкой, и планировали они его совместно с якобы пострадавшей. В дальнейшем что вы собирались с этими деньгами сделать? Расстратить, наверное. А с вами еще кто был в сговоре? Никто нет. Ну, начальник наша, и все, и я. А где она работает, поясните? Тоже на почте со мной. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Замбулат Сидеев отправил в Дагестан 3 тысячи литров дезинфицирующих средств. Помощь нашим медикам известный специалист оказал после разговора с олимпийским чемпионом Абдул-Рашидом Садулаевым, который рассказал наставнику национальной команды о сложившейся ситуации в республике. Мы понимаем, как тяжело сейчас врачам. Они находятся на передовой борьбы с этим коварным противником. А в трудные времена принято помогать всем миром. Приводят слова Тидеева инстаграм-страница одной из больниц Махачкалы. Напомним, что у члены сборной России по вольной борьбе, в том числе Абдул-Рашид Садулаев, на время пандемии стали работать волонтерами и помогать дагестанским семьям. Они разводят продуктовые наборы по домам нуждающихся. А у меня на этом все. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Абдул-Рашид Садулаев